Всем привет, меня зовут Италий Яковлев, сейчас я нахожусь в офисе проекта Спарта и рядом со мной Антон Бритва. Всем привет. Антон Бритва это тренер и автор проекта Спарта и давай мы наверное начнем вообще с самого проекта, что он у себя представляет, в чем его основная ценность и для кого он. Такой интересный вопрос ты задал, на него еще долго можно отвечать. Когда-то, когда мы появлялись, мы были таким проектом личностного роста или тренингом, который помогал мужчине разобраться со своими страхами, стать увереннее в себе, начать жить на каких-то принципиально иных скоростях с принципиально иными результатами, нежели то, что было раньше. Сейчас то, что мы на самом деле из себя представляем, это уже крупная такая всероссийская организация, движение, цель которого мужчине помочь стать настоящим и, ну опять же, разобраться с самим собой, быть эффективным, быть результативным в этой жизни, быть таким, чтобы им гордились. А здесь уже, ну речь идет о нечто большее, нежели просто там тренинг Спарта или какая-то отдельно образовательная программа. А вот, ну да, действительно, большая часть тренировок, тренингов, они все-таки направлены на какое-то вдохновение, да, эмоциональный подъем и так далее. А ваш, если именно конкретный? Знаешь, как, везде по-разному, на самом деле, мы отличаемся принципиально от всего того, что называют тренингами, потому что мы, в первую очередь, трансформационный процесс, несем трансформационные процессы и ведем трансформационные программы. То есть не просто поговорили там, порадовались, побегали, попрыгали, а стараемся делать вещи, которые в глубине человека дают ему соприкоснуться уже с зашитыми внутренними его ценностями. Потому что, по сути, для того, чтобы сделать мужчину, это настоящий мужчина, не нужно что-то новое к нему прилиплять, достаточно помочь ему освободиться от навесной периферии, от ложных представлений о самом себе, от страхов, от каких-то ограничивающих убеждений и так далее. Вот, в принципе, наша основная и первостепенная задача помочь мужчине именно освободиться и найти себя настоящего. Я понял. А вот смотри, к тебе ходит много мужчин, и они каждый приходят с какой-то своей проблемой, да? Не обязательно. Нет, не обязательно? Нет, не обязательно приходят с проблемами. Когда мы только начинали, я имею в виду проект «Спартак» нам действительно приходили мужчины с проблемами, и даже сложилось такое представление о том, что «Спартак» там где трусу помогут стать смелым, уверенным в себе. Сейчас зачастую приходят очень уверенные в себе мужчины. Просто, ну, современная «Спартак» это такая, знаешь, автомастерская по чип-тюнингу, по добавлению лошадей в мощность двигателя. По апгрейду, да? По апгрейду, да. И приходят вполне нормальные ребята уже с результатами по жизни, просто для того, чтобы еще проапгрейдиться, да получить тот опыт или ту прошивку, которую они могут получить только у нас. И уже вместе с этим как-то начать быстрее двигаться. Я понял. Вот смотри, по общению с тобой у меня складывается впечатление, что ты довольно-самодостаточный уверенный в себе человек, да? И на основании этого возникает вопрос, вот, да? Как стать таким, как ты? Или стоит оставаться самим собой? Есть у тебя какие-то в жизни принципы, правила, которые ты руководствуешь? Как говорил мой дядя, если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте. Это шутка. Ну, на самом деле, как можно там в двух словах выразить там весь тот путь или весь тот опыт, который был уже пройден или который там получается сейчас? Могу сказать точно, да, мужчине для того, чтобы сдвинуться с точки, в которой он находится сейчас, нужно в какой-то момент засунуть куда подальше своего йога и понять, что то, где он есть сейчас, это не финальная точка его роста и не финальная точка его развития. Оно будет таково, если ничего срочно не начнет делать, потому что само по себе ничего не меняется, само по себе только говно приплывает, а за жемчугом надо нырять. А вслед за этим каждый день делать какие-то шаги, которыми можно было бы гордиться, каждый день делать какие-то вещи, которые носят формат чуть ли не маленького подвига. И вот тогда, когда каждый день этот маленький подвиг совершается за довольно короткий период времени, человек может измениться. Ну да, нет предела совершенства, в принципе, всегда есть куда расти и, главное, над этим работать, да? Ну, нет, предел совершенства есть, он для большинства тех, кто будет смотреть это видео, он наступит довольно скоро, где-то через 40, 50 или 60 лет. Я с этой фразой, что нет предела, не соглашусь. Я-то, в принципе, знаю, что для нормального среднестатистического человека время жизни, которое у него есть на реализацию всех своих жизненных целей, мечтаний, в том числе реализацию своего предназначения, это всего где-то, ну, года 3-4 в лучшем случае чистого такого времени, эфира времени. Потому что все остальное время уйдет на хозяйственно-бытовые вопросы, дорогу, сидение в социальных сетях, просмотры вот таких вот подобных видео. И я тот человек, который довольно-то четко понимает, раз я знаю, что у меня число времени в лучшем случае 4 года, это значит, что мне не просто нужно быстро двигаться, мне нужно еще и довольно фатальные поступки делать. У меня нет времени на мелочи. Я понял. Вот смотри, раз мы говорим про самосовершенствование, стремление к чему-то, да, вот довольно размытый вопрос, вот что для тебя успех? Но тем не менее, как ты вообще считаешь, что для тебя успех и достиг ли ты его к данному моменту? Слушай, здесь давай тоже разделять понятие самосовершенствования и понятие просто формирования нормальной, обыкновенной, там, гармоничной личности. Потому что большинство людей, которые приходят к тему личностного роста, они не за успехом приходят, они приходят за тем, чтобы более-менее нормальными стать, чтобы вытащить себя из ямы взаимоотношений и там упадочных, из финансовой ямы, из какой-то социальной ямы и так далее. И до успеха там далеко. Успех это комплексное понятие, его тяжело оценить там каким-то одним фактором, например, только денежным фактором или фактором там наличия цели или социальной востребованности. Помимо там того, о чем я уже сказал, наверное, если говорить об успехе, нужно еще говорить о реализации своей миссии или своего предназначения, о духовной составляющей, об отношении с самим собой, с окружающими людьми и миром. Вот если человек в каждой из этих отраслей чего-то уже достиг, то есть у него нормальный уровень удовлетворения, нормальный, тогда можно говорить об успешной личности. Если где-то провисает или где-то провал, тогда... Можно дотягивать. Ну, можно и не дотягивать, выбор остается за каждым. Я, опять же, могу тебе сказать, что в этом мире недостаточно места для того, чтобы все были успешными. То есть есть такое распространенное мнение, опять же, на руку людям, которые продают книжки личностного роста, о том, что каждый может быть успешным. Да нет, ребят, не надо себе заранее говорить чепуху. Каждый успешным быть не может. Все равно кто-то должен работать на заводах, все равно кто-то должен 24 часа в сутки проводить на работу, все равно кто-то должен не видеть родных, детей, семью и так далее. И, ну, почему бы это не будете, например, вы? То есть это здорово, если вы сейчас со мной не согласитесь и скажете, нет, это не для меня. Но если это не для меня, тогда, пожалуйста, приведите для себя хотя бы сейчас на бумажке какие-то вещи, которые бы обосновали то, что это не для вас, и то, что ваша дорога принципиально другая. Какая ваша дорога, там, путь успешного человека или путь человека, который ведет за собой других. Очень интересных вот мыслей, да, я полностью согласен. И хотелось бы также вот поинтересоваться, да, нас все-таки отчасти смотрят те люди, которые и являются на данный момент, может быть, предпринимателями, может быть, не являются. Ты вот упоминал про вытащить себя из финансовых каких-то трудностей и так далее. Я стараюсь большей частью людей, с которыми общаюсь, задавать один конкретный вопрос, который, я думаю, очень многим может помочь. Представь, что ты сейчас оказался в ситуации, что у тебя есть только опыт и, допустим, там, пять тысяч рублей в кармане. Вот как бы ты действовал конкретно, да, какие бы этапы, может быть, были первоочередные, через которые ты бы собрался вот пройти и как-то улучшить свое вот это состояние. Слушай, у меня хорошее отношение с людьми. Я знаю, что если сейчас у меня вдруг так случится, что то, чем я занимаюсь, к примеру, у меня пропадет, я смогу за довольно короткий период времени это восстановить. Если в этом государстве это будет под запретом, я приеду и сделаю это в другом государстве. Я не могу себя отнести к предпринимателям. Я не могу отнести людей, которые занимаются, там, действием из области купи-продай и тоже называть их предпринимателями. Ну, наверное, предпринимателями, да, бизнесменами нет. Для меня все-таки бизнес или предприниматель – это нечто более большое, нечто более такое… Чем просто генерация… Чем просто, извините, создание одностраничника, найти подешевле, продать подороже. Ну, я таких людей могу там делюжниками называть, да, это первая ступень, там, на пяти бизнесу и предприниматель. Потому что, когда передо мной сидит там парень, который, ну, занимается, я не знаю, продажей китайских телефонов в объемах, там, 10 телефонов в месяц, говорит, я предприниматель, на клубе предприниматель, парень. Да вытащить голову три жопы, посмотри на себя, где ты, где предпринимательство здесь. Интересные истории предпринимателей. Есть замещательный сайт «Компромат.ру», где собраны истории большинства российских олигархов. Вот посмотрите на то, как там формировалось предпринимательство и что это такое. А по поводу вопроса, который ты задал, я тебе могу сказать точно, человек, лишенный всего даже, имея навыки, компетенции и знания, он их восстановит. Он это восстановит. История тех же немцев, евреев, прошу прощения, которые были угнетаемы немцами, особенно во время Второй мировой войны. Большинство еврейских банкиров, которые потеряли свои средства, потеряли капиталы и сбережения за довольно короткий срок после войны, в той или иной мере свои капиталы и сбережения восстановили. О чем это говорит? О том, что у людей есть своеобразные мышления, своеобразные навыки, привычки, что-то, что внутри есть. Вот если у маменького сыночка все забрать, у которого там была, например, какая-то контора в управлении, не факт, что он восстановит нажитое. А если внутри человека уже что-то есть, он эту дорогу, путь проделал, он знает примерно, как по ней пройти. Ну, если только на его жизненном пути не станут непреодолимые обстоятельства, большая вероятность того, что он еще раз может проделать эту дорогу или пройти этим путем. То есть, в основном все зависит от навыков, от наработанных опытов. От того, что ты из себя представляешь. От того, что ты из себя представляешь. Это первая половинка монетки. Это, конечно, твоя ценность как какого-то индивидуальной снежинки. В том числе навыки, знания, опыт, компетенции и так далее. А второе, это, конечно, люди, которые тебя окружают. Если ты не дорожишь отношениями с людьми, если ты не развиваешь их отношениями с людьми, то, что нуждается в постоянном подогревании, развитии, то есть за ними нужно ухаживать, так же, как за цветком или за отношениями с женщиной, к примеру, то не надо удивляться, что в какой-то момент, там, X или в ДНД вокруг все отворачиваются от тебя или поворачиваются к тебе спиной. Я понял. Спасибо большое за ответы на вопросы, за то, что уделил время мне, уделил время нашим зрителям. Я надеюсь, что эти ответы на вопросы будут многим полезны. И приходите в Спарту, если вы запутались в чем-то, если вы хотите вырасти, если вы хотите себя как-то протюнинговать, да, то обращайтесь к Антону Бритве, замечательный тренер. Да, если на этом видео я вам не понравился, и то, о чем я говорю, вам тоже не понравилось, то это тоже хорошо. Все, спасибо, Антон. Желаю тебе успехов, отцветания и вам тоже, дорогие зрители, желаю успехов и отцветания. Всем пока. Спасибо.